Доброе утро, мои дорогие! Доброе утро! Ну что, пережили вчера этот кошмар? Сейчас наши родители будут уезжать, а мы поедем в город с Сашкой. Продолжение праздника. Какое преимущество у этой крышки? У нее такие штучки сюда вставляются, и можно, знаете, паз такой, и туда вкручиваются ремы вот такие, и к нему. А, то есть то, что туда не вошло, еще сверху. Ну, оно даже не вошло, но вот туда все вошло. Кровать вошла, представляете? Железная, кейская. Кровать, стол, зонт мы забираем, это у нас пенал с этой, с ванной. Что-то еще там, стол. В общем, короче говоря. Мы забыли, кстати, что надо было разобраться в следующий раз. А это? Вот часть твоей кровати, она вот здесь как раз ее... Как ребра жесткости, чтобы прижать железные клетки. Ну вот. Короче, попробуем как-то работать. Ну, вы на одной машине поедете? Да, конечно, конечно. Это мы сейчас уже гоним, поставим. Мне этот нравится, прям китаец этот. И Косте нравится. Запихнули, и продукты сейчас положат. Много чего убирается. Здорово. Ну вот, посмотрят, как доедут, как чего. Ой, только мы хорошо доехали. Говорю, может быть, солнышко сегодня увижу. Первый раз. Сзади мне неудобно смотреть. Солнышко есть. Оно поднимется еще, наверное, да? Ну да. Еще время есть. Сегодня холодно. Эти дни прям было тепло. Все равно прям чувствуется ветер такой холодный. После плюса-то. Кино. Киношка. Вот он наш монастырь мужской. Киношка. Есть, конечно. Если захочу попить, там есть рядом автомат с напитками. Ну, бабушка тебе купит. У бабушки тоже есть карта. Куда есть? Да. Еще, Гришань, будет, скорее всего, к тебе поручение на понедельник. Этого человека мы показывали в садике. Кого? Дедушку Ленина? Да. Ленина. Зачем? Вам показывали? Рассказывали. Да? Да. Рассказывали про нас. Это загадка. Загадка? Еще раз сказали про улицы. Это правда загадка. Ну, там проспект. Феномен дедушки Ленина. О, Федори Горьев. О, пицца-фаппика. Что она здесь сделала, Виктория Викторовна? Ну, вот мы приехали в МОЛ, чтобы родители спокойно уехали. Ну, ты подожди уже. Так, мы на лифте поедем или на этих? Давай тут поедем. Вот, чтобы родители уехали спокойно, без нервотрепки. Так, людей пропусти, если сам не идешь. Знаете, там ботила и на ленте. Похоже на... Вперед! Вперед. Вот, белый кролик. Вот. В общем, мы поехали в МОЛ. А родители там как раз сейчас... Ну, они, собственно, собрались и поедут. Смотри, там двери шахты. Ага. Ну, сейчас пока он будет там... Саш, мы куда идем? Его уже несет куда-то. Куда тебя несет? Куда? Да. А я похожу по своим отделам. А потом поедем домой. Да. Сколько же вчера осталось после дня рождения? Что? Ну, ты обещала, что я не буду спать днем. А кто тебя собирается днем спать класть? Ты вот прям вот затрахаешь, честно говоря, этим спать днем. А я, знаешь, таких вещей не забываю. Пойдем. Ну, вообще, я полюбила. Ой, не могу. На последний день. Пораньше спать ляжем вечером. Хорошо. Потому что я с тобой не буду до 12 скакать. Понимаешь? До 12 ночи? Да. 12 ночи – это ночь, а не вечер, Саша. Так. Ой. Да, ну, сушка там рядом. У нас еды дома. Два холодильника. Забитые. Ну, зато там рядом есть. Черопицы-то съели, наверное, все, нет? Да, и даже объелись. Пиццы-то все съели, пацаны. А торт съели весь. А остального навалом. Не понравился мне торт. Так. Так, куда нам идти-то? Снимай шапку. Жарко? Жарко? Можешь ли ты снять курточку? Саш, я знаю, что делать, Саш. Я знаю. Ему же надо, он всех учит жить. Все контролирует. Ой, боже ж мой. Боже ж мой. Кому ж такое счастье достанется. Так, что у нас тут? Привет. Саша, смотри, ты людей пошибаешь. Вот, очень отдел мне нравится. Ой, тут такая интересная посуда. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я его отправлю и схожу, посмотрю. Тут все, все изменилось. Я тут была, когда осенью. Я отправить здесь, я и ты сходишь. Конечно. Да, я туда как-то ходил с мамой. Очень красивая вещь. Да, подскрытили чайник. Прям хочется запеть. Я свободен, словно птица в небесах. Так, я буду снимать без звука, ладно? Потому что, вон, что тут... Прямо. Продолжение следует... 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 Все, иду за Сашкой. Сейчас, наверное, поедем домой. Что-то мне никуда. Крошки какие. А я купила Марине кружку фибины нашей. Она же обещала приехать ко мне после Нового года. Ну и все. И ничего не говорит. Что приедет, не приедет. Вот так вот. Так. Я уже что-то устала ходить. Вот это бесцельно. Терпеть этого не могу. А больше мне тут пойти некуда. Ну, в смысле, незачем. Я уже не хожу по этим магазинам, по тряпкам. Абсолютно мне это не надо. Ах. Вот сейчас начнет вопить, что надо ему тут поесть. Дома два холодильника забитые. Ой. Как мне его оттуда забрать? Я его и не вижу. Сегодня детей-то сколько? Ну, суббота. А что сегодня суббота? Или воскресенье? Вообще не это. Что-то забыла. Я попутала. Так. Надо самой искать идти. Где он может быть? На каком этаже? Вообще не вижу никого. Забрала внука. Внук-то где? Выпил целую бутылку сока. Потный весь, как всегда. Едем на край города, вызовем такси и поедем домой. Родители наши уехали, видимо. В Питер. Остались мы одни. Совсем одни. Но зато Гришка еще тут. Гриша, а куда? Куда он денег спережит? Папа приедет через пять дней. Он хотел через три дня. Но, слушайте, народ летает во всю. Ну и получится. Да, и билеты прямо. Ой-ой-ой. Получилось на пять. Либо нету, либо очень дорогие. Поэтому приедет через пять дней. Напрыгался, наигрался, наорался, притих. Но я не был не очень. Когда девчонки со мной были в двух достовках, убегали от меня. Я очень расстраивалась. Ну, ты их, наверное, доставал. Вот они и убегали от тебя. Не, не доставал. Ну, а потом они со мной подружились. Ну, потом опять убежали. Подружились, убежали. Ну, уже стало крепко. Это тебе кажется, что ты их не доставал. Я-то устала мотаться. Туда-сюда ходить. Ну, что, зашли в перекресток. Саша говорит, мороженого. Я говорю, ну да, кот. Из дома мышек пляс. А, это бананы такие зеленые. Я думаю, что это за зелень. Так, нам надо мандарины. Звонил папа нам. Они уже в апатитах. Вот, все нормально. Едут. Ну, все. Мы купили пол пакета. Всякой ерунды. Ждем такси. Семь минут ждать. Все, и солнышко село. Не успела я налюбоваться на солнышко. Ну, ладно. Что этот парень на гитаре играет? Там песни поет. Мы ему дали 50 рублей. Одень варежки-то. Холодно. Он хорошо играет. Хорошо играет? Пока в холода. Сейчас поедем домой. Ну, что? Ну, что, мы дома. Я уже поспала два часа. А ты не уснул? Нет. Нет? Ну, вот. Вы посмотрите. Вот сколько ему подарили подарков. Ой, ну, он вам еще похвалится. Как вы думаете? Ему больше всего что? Я говорю, Саша. Понимаешь? Да. Не надо перебивать. Ты этим занимаешься постоянно. В общем, короче говоря, гель, ну, знаете, да, в цветы. Я делала этот самый парящий, как его, жемчужины вот в вазе. Вы посмотрите. Можно вас посмотреть девочки, смотрите. Они были маленькие вот такие. Да что, думаешь, девочки не знают, что ли? Вот я теперь ломаю голову. Девчонки, подскажите. Куда их? Ну, вы посмотрите. Ведро получилось. И мы налили утром воды. И они все больше и больше и больше и больше. Ой, как хорошо. Ну, пары поломались. Да это значит, они были уже такие, Саш. Бракованные. Представляете? Там не было белых, но там оказались белые как-то. Не знаю. Нет, они просто были, наверное, очень мелкие. Вот. Ага. Ведро. Какие красивые, мягкие. Представляешь, это единственный подарок, который ему понравился. Ох. А, еще? Сейчас покажу. Вот и вот это вот. Это игрушка для трехлетнего ребенка, Саша. А мне подарили для трехлетних. Вот прям вот. Уэээ! Ага. Так. Ухи! Ага. Ухи! Ну, ты знаешь, она дарили ведь серьезных игрушек. А ему вон что. Ой, смех и грех. Ухи! 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 Дети, как всегда. Осталась шестерка одинокая. Где чебурашка? Пошли смотреть. Чебураш? Искать. Здравствуйте. 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 смотря на мой взгляд. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, ну и что вот сказать на это? Ну, все, ее теперь не достать. Поотрезали, поотрезали вот эти штуки, ну, утяжелители, на которых они каждый раз так на кой хрен родители тратят столько денег заказывают вот этого саша со мной пошли нам с тобой надо посмотреть сколько нам убирать что вы вчера так ты вот эти коробки собирай и забирай туда в хозяйку резать картон буду на вот это вот бумажку ночник какой-то какая груш я не видел а чё с одеялом чё с одеялом как она горит груша ну саш я нажму встань пожалуйста ясно тебя же есть ночное небо ну конечно так вот это вот мусор забирай забирай вот это мусор они не пустые значит сложи а мусор вот сюда так выключать грушу но я думала хуже будет а вот еще вот значит не все разорили живойка саш не надо оправдываться я сюда не приносил друзья у тебя такие офигенно ну тут отец видно еще ночью разбирался так пакет вам саш пакет вот это положи сус надо убираться тут он мусор вот этот микрофон орали все стреляли ой все животные перепуганные в общем кошмар кошмар так ну чё убирают это а свет выключить выключи свет о сколько картону который резать надо ну вот переложил их стеклянную вазу ну и чего куда девать ну куда девать ведро это еще сашка наковырял себе то я не знаю о господи подарю тот такие подарки не знаешь куда их дебать что с ними делать так созвонилась с сашей у них все нормально созвонилась с подругой с танюшкой вот она сегодня ходила в гости к подруге к своей которая член художников россии у нее своя мастерская всякие вещи интересные шьет из кусочков там в общем брошки всякая всякую красоту я беру тышь как хорошо приобщилась ты я как дура ходила по этому молу в общем вот такие вот дела костя забыл очки лучше значит еще привычки то нету сейчас съем бананчик один маленькие эти бананчики они такие вкусненькие вообще на самом деле вот для людей вот эти банан это маленькие те-то как кормовые считаются большие сахар то может и подпрыгнет а может и нет зато жевать не надо ну что мои дорогие слушайте к вечеру опять потеплела и ветра нет такого опять снег сырой что вышло вышло подвести итоги тяжело мне дались эти два дня снег какой-то мелкий идет слушайте совсем нет северного сияния совсем вот как был перед наверно новым годом так что китайцы в полный город приезжают смотреть на северное сияние а его нет вот они правда такие смешные по ним не определишь молодые они или уже не очень молодые как дети вот лица у них такие но у них видеть у мускульный тип старения не такой как у нас у европейцев они по другому стоит не поймешь в общем прямо устала я за эти два дня завтра еще ехать нам музей в художественной да если бы это в городе было вышел сел на тралик поехал отсюда пока доберешься пока дождешься ну что делать надо так так вроде все нормально вот я только что разобрала посуду шкафы поставляла то сейчас с бельем еще разберусь перед отъездом стирку запихали все и можно будет я прям смотрю думаю день пропал ничего не сделала у меня там глиняные бусинки высохли надо раскрашивать сейчас ведь разберу все сашку спать положу он у меня теперь будет вовремя спать все как положено досяду рисовать разрисовывать хочу еще одно украшение собрать вот такие дела ну что мои хорошие желаю вам всего хорошего ничего говорю вообще не понимаю вот пусть у вас все будет спокойно размеренно и замечательно берегите себя не болеть и присылайте мне какие-нибудь видосики что у вас там творится где вы живете ладно все мои дорогие давайте наверное до завтра пока пока целую вас обнимаю пока мои дорогие пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok